Здравствуйте! Сегодня хочу сделать небольшой обзор классических американских флип-часов General Electric модель 4305F. Мне они очень понравились некоторой безумностью технических решений, которые там сделаны, но и вообще это довольно классический прибор, который прочно ассоциируется с американской культурой. Подобные часы являются центральным элементом многих американских фильмов, например, «День сурка», «Назад в будущее». Правда, в большинстве фильмов появляются часы Panasonic, но и General Electric тоже были очень распространены. Пик популярности этих часов пришелся на 70-е и начало 80-х годов, и конкретно эта модель атрибутируется 1974 годом. Часы эти произведены в Малайзии, но в основном из японских комплектующих. На большинстве деталей, в том числе на вот этих переворачивающихся цифрах, стоит маркировка «Made in Japan». Сначала я расскажу о том, как они устроены снаружи, а потом покажу их внутри. И чтобы показать их внутри, я заранее их частично разобрал. Итак, передняя часть их покрыта матовым стеклом. На передней же панели находится индикатор времени, 24-часовой, АМ-ПМ, часы и минуты. Слева находится шкала будильника. Она ставится не очень точно, примерно каждые 15 минут можно поставить будильник. И шкала радиоприемника. Радиоприемник двухдиапазонный, АМ-ФМ. На верхней стороне находится переключатель режимов работы звука. Либо выключен, либо включено радио. Будильник включен радио и будильник включен зуммер. Динамик здесь один, но он достаточно неплохой. И качество приема тоже очень хорошее. Сейчас я включу. Играет какая-то классика. Сложно по ней будет установить качество. Но я видел обзор в интернете этой модели. Там ругают качество звука. Мне оно вполне себе понравилось. Выключу. На левой грани находится концентрический регулятор режимов работы устройства. На внутренней крутилке выставления часов. На внешней крутилке выставления будильника. Чтобы разобрать часы, необходимо эти крутилки вынуть. Они никак не зафиксированы, кроме как трением. Но вытягиваются с большим усилием. На правой грани находятся еще две крутилки. Это регулятор диапазона радиоприемника, регулятор регулировки громкости и переключатель режима работы радио FM-AM радиоприемника. Видно, что на передней панели часов присутствует подсветка. Такая совершенно ненавязчивая лампочка оранжевого цвета. В общем, такие вот винтажные часы с интересным механическим механизмом перелистывания цифр. Но самое интересное у них внутри. Сейчас заглянем внутрь. Смотрим. Видно, что часы не имеют практически никаких вентиляционных отверстий. Все отверстия, которые есть, они технические и закрыты переключателями. Это обусловлено частью их конструкции, вот этой безумной штукой, о которой я сейчас расскажу. На верхней грани находится динамик, привинченный винтами к крышке. Видно, что он маленький, довольно примитивный. Тем не менее, для приема радио звук вполне приличный. Впереди у нас находится блок часов механический. Видно здесь привод регулировки радиоприемника. Он осуществляется системой роликов с ниткой. Несмотря на то, что часам этим практически полвека, все находится в весьма неплохом рабочем состоянии. Да, ко мне они попали с абсолютно неработающим механизмом часов, но я смог его легко починить. Ну а теперь к часам. Видно, что блок часов находится несколько независимо от всего остального. И самое безумное в этих часах, что в их конструкции нет собственно часов. То есть, чего-либо, что отчитывало бы время. Вот блок часов, часы и минуты отчитывает время. Наверху, над блоком цифр, находятся две пружинки, которые их удерживают. Внутри система шестеренок, которая способствует перелистыванию цифр. Цифр всего получается 60 от 0 до 59 минут. А с часами все сложнее. Несмотря на то, что американцы традиционно используют 12-часовую систему обозначения времени, на этих часах она 24-часовая, то есть указано AM или PM рядом с цифрами часов. Но часовых карточек здесь получается не 24, а 48. Они задвоены. И исчисление времени происходит так. Минутная шестерня вращается со скоростью, перелистывая минуту со скоростью 1 в минуту, соответственно. Она подключена к шестерне часовой. Но поскольку число часов и минут не кратное, их точно соединить было бы довольно сложно. Но применены костыли для этого в лучших традициях программистов. Как известно, до того, как заняться программированием, до этого, с начала века, до 70-х, 80-х годов, программисты в основном занимались проектированием разных технических штук, но в том числе и часов. Наверху, ее не особенно видно на видео, справа от обозначения часов находится маленькая черная пружинка, которая держит карточки с часами. Когда переключаются минуты, переключение часов немного рассинхронизировано. Если бы не было этой пружинки, то часы переключались бы не когда наступает 0-0 минут, а где-то в 55-56. И поверх обычного механизма сообщающихся шестерней имеется еще один с дополнительной пружиной, которая держит карточку с часами до тех пор, пока карточка с нулем, у которой есть дополнительный выступ, не отожмет эту пружину и не позволит этой карточке перелеснуться тоже. То есть, все на самом деле гораздо сложнее, чем кажется, но это интересно. То есть, сложное инженерное устройство, производимое огромным тиражом, с такими вот интересными костылями. Достаточно неудобно оперировать этими часами при переводе времени. Листать карточки можно только вперед по одной минуте. Соответственно, если их нужно перевести на 20 часов вперед, нужно сделать 20 оборотов часового этого индикатора и достаточно много щелчков минутами. Будильник же крутится, барабан с показаниями будильника в обратную сторону. То есть, от большего к меньшему. Нужно тоже всегда держать в уме, какое время ты хочешь поставить. Ставится он по этой шкале с диапазоном в 15 минут, но на самом деле точности особой нет. То есть, будильник может зазвонить минут на 10 раньше или позже, чем вы его выставляете. К этому можно приноровиться, но такова особенность этих часов. То есть, примерно интуитивно понимать из опыта, на какой щелчок нужно ставить индикатор, чтобы будильник сработал в нужное время. Да, теперь к механизму хода. Вот этот барабан, который прикреплен к задней поверхности часов, это электромотор. Это электромотор с 34 полюсами. Вращается он со скоростью 400 оборотов в минуту. Скорость вращения этого мотора непосредственно задается частотой тока в сети. То есть, американский ток, напряжение 120 вольт и частота 60 герц обеспечивают постоянную скорость вращения этого мотора, который через систему передаточных шестерней вращает барабан с минутами, ну и, соответственно, часами. То есть, механизмом, задающим время в этих часах, является непосредственно напряжение в сети. Сами они время не меряют. Это достаточно любопытно. Я таких штук еще прежде не встречал. И, в общем, мне такое безумие в целом нравится. Это вот такие архаичные инженерные решения. Сбоку в окошке выреза мотора можно видеть, как он вращается. Здесь был еще дополнительный пластиковый кожул, защищающий шестерни. И вот, кстати, мы подошли к объяснению того, почему корпус герметичен. Здесь очень много механических движущихся частей. И попадание пыли здесь критично для функционирования механизма. Однако, в то же время, мотор этот, непрерывно вращаясь, минуту за минуту, и час за часом, день за днем, и год за годом, 50 лет, со скоростью 400 оборотов в минуту, изрядно нагревается. Это можно ощутить, ощупывая верхнюю крышку часов. Но вот такова особенность их функционирования. Если напряжение в сети выдерживается точно, а именно частота тока, то и часы будут точно. Если какие-то проблемы в сети есть, то и часы будут идти не так, как планировалось. Этим, кстати, объясняется относительно малая распространенность подобных часов за пределами США. Такая сложная механическая конструкция с огромным количеством частей могла бы окупаться только в очень богатой экономике. А в то время самой богатой экономикой в мире, в потребительском секторе, являлась американская. И для экспорта они особо не годились, потому что нужно было их приспосабливать к соответствующему напряжению, менять моторы. А через какое-то время, когда эта технология стала более распространенной, появились значительно более удобные, дешевые и надежные механизмы отсчета времени. Тем не менее, вот такие устройства остались как памятник инженерной мысли и эволюции всего технологического, которое у нас происходит. Но отдельным плюсом является то, что, несмотря на свой почтенный возраст, они прекрасно работают. Я этому удивлен из-за обилия движущихся частей и сложностей. Ну, возможно, просто они сломались, когда были еще не такими старыми, а я их починил в не очень-то изношенном состоянии. На что еще можно обратить внимание? Есть плата радиоприемника. Как я уже говорил, работающая неплохо. Все здесь на виду. Все, в принципе, подлежит ремонту. Но вряд ли в нем когда-либо будет нуждаться. Что может ломаться в этих часах? Конечно, самая подверженная поломка штука – это двигатель и система шестерен. Они нуждаются в смазке, особенно при многолетнем функционировании. Но смазка технологически не предусмотрена. Поэтому приходится это все разбирать с некоторым усилием, чтобы можно было это смазать. Также очень уязвим механизм перелистывания минут и часов. Карточки при неосторожном обращении могут перекоситься или выпасть. Но их можно легко починить, не фиксировав снова в местах, предназначенных для них. Также возможна рассинхронизация механизмов часов и минут. То есть часы будут переключаться не на 0-0 минут, а на каком-то другом значении. Для того, чтобы это поправить, нужно проверить корректность работы верхних пружинок. Их здесь видно, такие колышки, удерживающие карточки от падения. При необходимости перелистнуть карточки с минутами. И корректную работу дополнительной пружины, сдерживающей часы при приближении 0 минут. Вот, собственно говоря, и все. Больше здесь сломаться нечему. Разве что механические части могут быть изношены вследствие трения из-за долговой эксплуатации. При некорректной настройке мотор может издавать звуки двигающегося ротора. Но если все смазать и хорошенько отстроить, то эти звуки можно удалить. Часы практически бесшумные. Карточки перелистываются. Возможно, на видео это слышно. С легким шелестом, похожим на движение минутной стрелки в обычных механических кварцевых часах. Ну вот, собственно, и все. Такое вот интересное устройство поселилось в моем доме. Спасибо. Спасибо.